он это так я так понимаю называет так вот у нас есть хамид хамид звонит наберу ка я ему егор ой егор хамид нет привет 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 как видишь хорошее настроение после этого действительно без юмора невозможно смотреть на то что происходит на украине то одно то другое то есть они сами друг друга не понимают совершенно точно я хочу просто сказать что действительно нужны нужны дебаты нужно найти людей нужны дебаты и чтобы дебаты были как бы о конкретном вопросе есть например например о самолете о боинге например надо конкретно с тем совершенно точно или например в одессе например что произошло в одессе просто конкретно будем обсуждать и смотрим например видео эти стримы кто кого там они сами себя сожгли или кто кто там русский или одесситы смотреть разные всякие материалы то есть подобные дебаты ну я не верю что для оппонентов это как бы можем могут быть полезными но это могут быть полезными для людей которые еще не определились есть люди которые немного отдаленные от этих проблем и они как бы еще еще не решили куда куда им как бы деться во что верить мне одна наша знакомая тоже можно сказать член сообщества антимайдана она из харькова и вот недавно сказала такую мысль очень интересную она сказала что эти люди в украине они не зомбированные на самом деле они просто как сказать у них это в душе было наверное много там веков назад или не знаю то есть просто они сейчас нашли трибуну нашли возможности для того чтобы вырезать свою ненависть к русским и ко всем и ко всем и ко всем это сами и всего русского то есть потому что действительно я же тоже смотрю постоянно смотрю например шоу с шустро смотрю 112 канала ниже не как бы не зомбируюсь и наоборот когда я смотрю украинские каналы я только убеждаюсь чтобы что они говорят чушь и поэтому на самом деле это очень интересно конечно хамид я могу сказать а почему так происходит вот смотрите сейчас превью но это мне кажется очень важно вот у нас два дня назад был леонтий человек обвините вот у вас у вас есть вот вас вот это вот зерно здравое вы постоянно если делаете какой-то вывод вы пытаетесь чтобы встроить его в свою систему мировоззрения какую-то новую информацию вы пытаетесь сравнить этот вывод с реальностью насколько как они там коррелируют и в каких случаях этот вывод применим допустим но область применения вот этих вот знаний которые вы получили новые у допустим от у леонтия до который представлял я его отсутствовал просто это вот вот это зерно здравое что называется знаете просто нету это же ну это как вот понимать но не научился наверное это это действительно большая проблема потому что вот кстати это не только вот проблем с том что он какой-то молодой там 23-24 года я я просто хочу сказать что вот например николай злобин он же известный такой вот скажем политолог или не знаю но вот в принципе он тоже самое делает когда речь идет о россии у него язык прямо в то есть без костей вот туда-сюда мы нарушили про нарушили это международное право мы сделали то мы сделали это мы должны делать это как только например его оппонент начинает напоминать его что америка сделала в афганистане в ираке тут же мальчик то есть он даже не как бы он не продолжает как бы диспут он просто мальчик и кивает там головой то есть тест в одном в одном в одном поле он чувствует свободу он говорит все что он хочет у него он становится красноречивым а когда ему просто отвечают то есть а как насчет вот этого человек просто молчит потому что сказать нечего а вот это неправильно то есть если ты решил как бы доказать свою точку зрения должен идти до конца и и твои твои ответы должны быть как бы должны какая-то цепочка логическая то есть например макаривиш говорит что крым не наш то есть как как это понять что значит крым не наш и говорить еще волоте выводы вот вопрос что значит вот как им в голову пришла эта мысль вообще что крым не наш вот-вот-вот то есть в принципе конечно он не имеет право не соглашаться с политики россии вот вот я лично считаю что это нормально то есть любой человек имеет право соглашаться или не соглашаться а проблема где проблема в подробностях когда ты говоришь какую-то фразу какую-то мысль она должна быть должна иметь смысл то есть когда ты говоришь я не согласен с путиным там например у меня другие взгляды нам например на предку хорошо это твое право но когда ты говоришь что мы должны вернуть крым что мы вошли в чужую территорию что мы если там люди русские какие они чужие я понимаю если россия там в гондурас там пошла там захватила это это люди русские говорят на одном и том же языке а вот твой любимый киев говорит что русский нам не братья русский нам там чего вот этому то есть они сами говорят что мы не русские но в крыму там большинство говорят по-русски большинство как бы связывают свою душу свои эти с именно с русским миром и вот это вот непонятно то есть человек как бы выражает мнение да позицию не скажем политическую но продолжать вот именно доказать вот вот это вот чтобы чтобы вот эта фраза была действительно имела какой-то смысл у них не получается потому что даже они говорят просто чушь мы захватили чужую территорию я что он по что они захватили люди сами голосовали сами он говорит под дулом автомата разве в этом на майдане не было автоматов на модельном тоже были автоматы но люди не боялись автомат то есть если у человека есть мужество он может защитить себя неважно там беркут или русский агрессор если он спройду раз по улицам москвы он столько двух пистолетов найдет и что он вообще оказывается живет под дулами пистолет в самом москве вообще оружие просто полно на улицах у людей какой-то форме непонятный надо ему просто глаза открыть на это и поэтому я я считаю что действительно нужны вот на телевидении тоже нужны теледебаты вот именно на эту тему есть принципе можно сказать можно немножко отойти от украины и уже начинать как бы говорит россии потому что насколько я понял запад ну скажем америка она уже скажем уже выполнила задачи минимум скажем там план план б или план c не знаю но план а не удался план а это значит захватить крым чтобы выгнать русских из севастополя и поставить там натовские корабли это главный план он не удался но у них всегда есть план а план б план с и так далее то есть у них план план б то есть как бы вот этот запасной план удался они привели глупых людей к власти том что именно именно и умных ум не нужны они всегда нужно вассали вот именно группе люди которые непрофессионалы которые даже даже ту идею за которой они борются вот украинцы они даже не могут профессионально ее сделать если бы я был на на их месте я бы по-другому я бы не стал драться с донбассом я бы не стал запрещать русский язык а наоборот бы по-хитрому как бы доказали им что мы братья то что мы верим в одно и то же но они они не профессионали они они с самого начала с первого дня начали работать против самих себя в то же что они хотят сделать и как раз это не случайно потому что американцы они вот именно когда хотят кого-то поставить они ставят именно тупых людей и конечно они вот этом кличко они бы поставили но он просто слишком тупой поэтому это такие нуланд сказала что вот буквально сказала следующий то есть я не думаю что что кличку должен быть в правительстве или думаю что это хорошая идея то есть то есть действительно она знает кто такой кличко и поэтому она просто понимаешь что он не как даже по их ним как бы параметрам не должен быть в правительстве и кстати если вы помните когда я никого чему предложил там какой-то пост вице-премьера по моему он сказал это вопрос не ко мне то есть гугли что такое вице-премьер да это вопрос не ко мне то есть я никого должен быть позвонить нуланду то есть то есть нуланд должен позвонить сша и сказать вот а можно ли кличку там ты что сам доказал можно сказать это и тут теория короче америка уже выполнила задачу вот этот план бы есть хаос есть гражданская война значит можно дальше как бы там и оружие и финансы там всякие всякие схемы они как бы уже получили доступ к некоторым стратегическим объектам например вот этого энергоресурсы там хотят сланцевый газ там что такое то есть задача можно сказать уже выполнена минимум теперь они переходят в россию и вот это видео который вчера вот пока показали в питере вот это вот провокация она действительно вот можно сказать идет в этом же в этом же направлении то есть они хотят дестабилизировать россию и они понимают что конечно собрать там миллион человек не удастся но но я что сказать вот такие мелкие такие мелкие хулиганские такие вот дешевые трюки например 23 человека там с каким-то плакатами то есть она говорит петербург поздравляет в принципе мужчина я с ним согласен он ничего плохого не сказал то есть я и я был бы против него если бы он что-то плохое сказал он сказал просто я житель петербурга не надо моим именем говорит то есть если ты хочешь поздравить украину поздрав как бы своим именем скажи я там наташа какая-то там или там не знаю сара оказывается она по моему работает в консульстве израиля или что-то такое то есть ты скажи я скажи там имя фамилия отчество поздравляю украину и никто тебя не тронет но люди в принципе когда начали возмущаться они что сказали они просто говорят не надо писать петербург то есть надо говорить нашим именем она не имеет это право то есть я тоже когда говорю я говорят себя я же не говорю что вот я представляю марокко я говорю от себя я же не знаю я не несу это как бы ответственность за 34 миллиона человек и в принципе вот такие вот они хотят вот именно как бы провоцировать нормальных людей чтобы они их как бы там либо агрессивно выгнали либо там морду дали и чтобы потом вызвать милицию потом вызвать газету какую-нибудь или там 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 же как раз как это их а москвы как раз то есть и поднять шум из этого вот там русский национализм русские фашисты против свободы слова какая какую свободу слова разве вот я хочу вот у этой женщине спросить разве русский человек сейчас может на майдане взять вот русский флаг российский флаг и сказать слава путину если он это скажет вам вас вами вот как бы люди хотели просто как бы вести дебаты да на майдане никаких дебатов не будет они просто его просто убьют могут убить могут если если кто-нибудь посмеет в центре киева сказать слава путина например и слава россии а они там слава украине героями слава то есть у них выработка на просто строй как сказать пристное мнение такое что мол путина грессор если бы в центре красной площади с каком сорок втором году например где 41 там крикнули слава гитлеру наверно тоже вы ничего хорошего не было но они они сейчас точно также воспринимают это про путина соответственно и поэтому понятно почему они так делают то есть тут нет речи о какой-то свободе свободе слова в украине лишь такое вот тут именно вот в таком разрезе надо смотреть но виноваты в этом конечно же сми украинские именно в которых ответственность за формирование этого общественного мнения и соцсети сама свой да да это конечно ужасно ужасно надо обязательно открывать такие темы специально для россии вести дебаты о российской политике вести дебаты о путине почему бы нет вот когда путин сделал то вот скажите нам конкретно что сделал путин вот например уже 23 года и на западе и вот эти оппозиционеры путин там гитлер а не надо не надо решать за меня не надо думать вместе меня просто скажи мне что путин сделал и я сам решу он плохой или хороший то есть они что делают они они как бы думают вместе людей то есть не надо думать мы уже подумали мы уже искали вот просто два слова путин гитлер путин потому что они же говорят путин гитлер потому что он там украл украины крым потому что он там засылает террористов на донбасс то есть и такие вещи которые как бы которые невозможно самостоятельно проверить ну да они вокруг вот этого для поддержания образа чтобы там путин гитлер они придумывают такие тезисы которые самостоятельно проверить невозможно в любом случае а вроде как подоплек какая то есть но крыма же фактически нет украины не туда на донбассе война идет да может быть это там в том случае если были путем действительно засылал террористов ну может вот и все ну поверь пожалуйста не не надо проверять термо ты не сможешь просто поверь ну и верят люди до боинг опять же путин можно сделать параллель например взять например россию украину израиль и взять например донбасс крым палестину и посмотреть просто просто как 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 вот делается политика россия вернула крым за три недели за три недели и без никакой войны украина воюют уже полгода с донбассами никак не можете его вернуть израиль бить палестину уже 60 лет никак не могут решить эту проблему вот то есть какая какую мудрость здесь можно просто потому что россии нужны не только земли нужны и люди то есть люди которые в крыму они действительно путин обращаться к ними другие люди другие там депутаты госдумы там и другие там известные люди они обращались к крымчанам то есть крымчане как бы получили вот это вот месяц вот это вот это сообщение то что вот именно воссеедине народа с народом а израиль борется за землю ему не и мы они не хочет этих людей он хочет просто землю то и поэтому если ты хочешь землю надо завоевать сердца людей надо завоевать вот именно людей они не землю земля сама придет люди вместе с землей придут к тебе если ты сможешь завоевать их сердца их их мысли там все такое но если ты их бомбишь и говоришь вот например антитеррористическая операция вот как одна женщина и не помню как ее она из она по моему из партии регионов она сказала вот он когда идет антитеррористическая операция например в россии да но там сначала какие-то переговоры пытаются установить с террористами потом второй план там вывести детей например из захваченного места потом стариков например то есть нужно взять эти местность у нас примеры место бислан есть норд-ост тест разные эти да и в америке тоже то есть на протяжении полвека мы часто видели как террористы захватывали какое-то помещение держали людей как бы в заложниках и требовали выдвигали какие-то требования вас всегда идет на контакт с этими людьми и начинает как бы торговаться с ними потом уже по-хитрому когда уже освобождают всех заложников они начинают их мочить вот но этого не сделано было то есть покажите нам кого вы освободили вот за эти полгода вы говорите что там люди как бы террористы захватили ваш народ то есть вы просто бомбите народ то есть вы считаете что все кто живет на донбассе это террористы и анти террористов не так делается надо освобождать людей которые были заражены чтобы террористы остались надо им что надо грю у людей для начала узнать надо вообще чтобы их освобождали если получаешь негативные отзывы на с ними работать и не называть там всех кто не согласен пьяницами обзывать там алкоголиками наркоманами вот это тоже такая очень противно когда говорят что там не наркоман хорошо ну я прошу прощения что я так долго затянул просто я хочу у меня вот просьба если можно вот выделить хотя бы раз в неделю поговорить насчет религии то есть многие меня спрашивали насчет того как как параллель между религией и то что происходит на украине и не только то есть и это очень интересная тема потому что вот действительно есть в ветхом завете есть некоторые тексты которые вполне могут как бы я не утверждаю конечно но это очень сильная теория то что то что происходит сейчас это все можно найти в священных книгах и мы постоянно постараемся как-нибудь вот сделать параллели и посмотреть с разных сторон как с христианские с юдейские и с исламской тульской зрения это очень будет очень я думаю очень интересная тема если если будет если вы готовитесь я смогу включать вас хорошо определенное время я не могу представить как это поэтому давайте пока ну пока 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 просто пока сделаем посмотрим хорошо хорошо спасибо вам до сдачи вам спасибо что позвонили и вам спасибо был хамит из марокко стоп-старт и